Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров, и сзади вы видите здание департамента иммиграции, Сиднейский офис департамента иммиграции Австралии. Как-то проходил мимо, шел, кстати, к девчатам, которые получили это наше бесплатное правительство штата, бесплатное проживание, и ностальгия какая-то нахлынула. Я вспоминаю, как буквально в последние минуты заносил сюда документы для наших ребят и девчат, особенно вот девушка у нас была в Македонии, дважды, в последний день подавались, в последние минуты. Молодец, двое детей, гражданка Австралии, но пережили мы в свое время моменты. Мои отношения с департаментом иммиграции всегда были замечательны, для этого были, ну, скажем так, личные причины. И те документы, которые мы делали, мы делали всегда, ну, я не скажу, наверное, идеально, но мы делали их очень хорошо. Мы не допускали каких-то вольностей, мы не допускали ошибок и не допускали ситуаций, когда у нас можно было о чем-то жалеть, если был отказ, отказы случались, даже оншорт получались отказы. Но были для этого объективные причины, потому что людям порой не могли не дать отказа. Но надо было пытаться и зачастую мы все-таки, все-таки мы побеждали и побеждали в трибунале, и побеждали через министра, но в итоге мы были победители. Что касается отношений с работниками посольства, я скажу так, сложные были отношения. Опять-таки, они не были плохими, они были сложными, потому что вы, ребята, должны понимать, что мы отправляем людей в недорогие учебные заведения, и правительство Австралии, департаменты иммиграции, естественно, хотят, чтобы вы платили больше, это бизнес, образование – это бизнес, и не более того. Иммиграция – бизнес, в принципе. Поэтому я думаю, что грех на этих людей обижаться, и в свое время у нас было очень много, очень много. У нас были сотни и сотни и сотни людей, и, в общем, больше тысячи человек приехало и осталось в Австралии, ну, наверное, осталось две трети. Кстати, не все люди хотели остаться по тем или иным причинам, как-то, ну, не приглянулась им Австралия, или они ей не приглянулись. Кто-то относился, на мой взгляд, безрассудно, но, ну, я думаю, что все, что не делается, все к лучшему. Или, по крайней мере, так хочется в это верить. Московское посольство, конечно, было жестким, были хорошие времена, а были времена, когда и Юлия Харп, и Ольга Асоцкая, и Татьяна Али, Милеш, кстати, человек, как, в общем-то, и Ольга Асоцкая, но они давали отказы, потому что такова воля Департамента иммиграции, такова воля австралийской публики, австралийского правительства и тех людей, может быть, которые стоят за ними, и чью волю необходимо выполнять. Я понимаю, конечно, что компания, допустим, Students International, да, собственно говоря, только они, сделали намного больше, чем мы все, для того, чтобы прославить образование австралийское. Я всегда говорил, что я не уважаю образование вообще современное, за редкими исключениями, и уж тем более я не в восторге от австралийского образования. Я имею на то причину именно так говорить, и, собственно говоря, в этом плане, рекламируя образование австралийское, я сделал, конечно, меньше, чем компания Students International в тысячу раз, потому что я говорил правду, и, собственно говоря, количество студентов, которые я привез, несмотря на то, что это, может быть, тысяча человек, может быть, почти тысяча. Это всего лишь несколько процентов от того, что привезла компания Students International за все 20 чем-то лет своей деятельности. Но вы должны понимать, что отношения с департаментом миграции – это отношения больше с секретариатом, это не с министром иммиграции. Это люди, как переточные какие-то деятели, имиджмейкеры. Это нереальная сила, которая стоит за принятием решений. И решение принимается, опять-таки, может быть, уже и вне департамента иммиграции, как мы сейчас, допустим, видим. Поэтому не стоит винить этих людей, надо понять их точку зрения. И наша задача просто – хочешь жить, умей вертеться, надо выкручиваться, надо использовать сильные свои стороны, слабые стороны той огромной бюрократической машины, которая является департаментом миграции. И, собственно говоря, надо побеждать. Побеждать надо, потому что это ваша жизнь, это ваша судьба, это ваше будущее, и вы не можете опустить руки и дать возможность будущему случиться, но случиться не в той ипостаси, в которой бы вам этого хотелось. Надо бороться за себя. Я думаю, что департамент иммиграции будет выполнять, с одной стороны, задачи, которые диктуют те люди, которые, как бы, смотрящие за Австралией, уж понимаете, как хотите это, и будут выполнять волю правительства в плане наполнения бюджета. Это самая главная сторона, которая описывает задачу, задачу номер один для образования в Австралии. То есть образование в Австралии приносит деньги в бюджет. Мы приносим деньги в бюджет, и, соответственно, я думаю, что и образование будут давить, чтобы оно было дороже, и взносы какие-то, и медицинское страхование, все это будет расти. Но я не думаю, что обстановка дойдет до того, что мы не сможем финансово осилить наше обучение в Австралии, нашу эмиграцию в Австралию. Мы это сделать сможем, но я хочу сказать, что первое, мы должны финансово, эмоционально готовиться к этой поездке. Второе, мы должны понять, что департамент эмиграции – это не наш друг, но, наверное, не совсем наш враг, это наш оппонент, которому мы должны противопоставить какие-то наши сильные стороны для того, чтобы достичь своего приезда, обустройства и укоренения в Австралии. Нам необходимо вести очень хорошую просветительскую деятельность и помогать друг другу в плане того, что один приехал, другому помог, и, наверное, помогать тем людям, которые делают это дело лучше, дешевле, быстрее, эффективнее. Ну, в данном случае я имею, наверное, в виду себя и Леша Чехунова, и тех людей, с которыми мы работаем. Не в том плане, что есть еще какие-то бизнесы и так далее, а именно люди, которые порой абсолютно бессеребренники и абсолютно сердечно помогают людям. Так что большое спасибо и увидимся!